Ну что же, привет дорогие друзья! Продолжаем проходить первого Ведьмака. И нас ждет битва с призраками Дикой Охоты. Но, я еще забыл основной главный ингредиент подобрать. Это корни Мандрагора. Они у нас лежат совсем рядом с домом Отшельника. Несколько маленьких могил, курганчиков. И в каждой лежит по одному корню. Все, теперь мы стопроцентно готовы. Осталось только выпить все эликсиры, применить масло на серебряный меч. И можно идти выполнять это трудное задание. Но, в принципе, я думаю, так как уже несколько уровней прокачали, таланты распределили на нужные нам ветки. Получится даже легко. Ну, посмотрим. Так, и самое главное. Будет появляться по три призрака. После каждой тройки свеча будет гаснуть. Надо будет ее зажигать с помощью Мандрагора. То есть, как обычно, при передаче предметов будет появляться менюшка. И туда надо будет перетащить сам корень Мандрагора. Иначе нас убьет с одного удара. Сам призрак Дикой Охоты. Как говорится, потанцуем. Так, иначе нас убьет с помощью Мандрагора. Субтитры сделал DimaTorzok. Все, призраков мы успокоили. Теперь надо возвращаться к Отшельнику. И попросить у него награду. Ну, получилось достаточно легко. Так что спешить я с этим заданием вам не советую. Лучше прокачаться на пару уровней. Хорошо подготовиться. И он достаточно легко пройдет. Всех вы убьете быстро. Без каких-либо трудностей. Мандрагора. Продолжение следует... Так, а здесь я советую взять венок из Бессмертника. Так, ну венок из Бессмертника нам поможет... Грубо говоря, прийти к хорошей концовке квеста с Алиной и Селиной... Также к хорошему концу нас может привести тот факт, что мы сохранили жизнь Абигайл. Она как раз про этот венок и подскажет. Ну, если в самой первой главе вы решили все-таки сдать Абигайл, то и венок тоже не нужен будет. Потому как к данному заключению без нее ведьмак не сможет прийти сам. Так, ну отпускаю нас Пурга. Блин, придется постоянно доставать и убирать меч, чтобы он как-то побыстрее все-таки бежал. Да, пугающая музыка. Все, Пурга нас отпустила, проверим, остались ли какие-нибудь вещи его призраков. Так, ну мы ничего не упустили там. Так что можно теперь идти к костру. Как раз около заброшенной мельницы должен быть. Поспим до рассвета. И пойдем сдадим квест. Продолжение следует... Наконец-то мы сможем по полям побродить при солнечном свете. Посмотреть все-таки, как они красивые. Встретить полуденец. С них снять много нужных нам ингредиентов. Ну, пыльца света всегда пригодится. Так, а нам нужно бежать к Юлиану, чтобы знать контракт на Вивиарду. Какал-то мы можем найти металл. Пироговый. Продолжение следует... 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 А где корова? Корова тоже должна же была быть на лодке. А я знаю, она рядом за нами плала. Ее не показали. Все, скотинка. Идем дальше. Хорошо, что ты не подозреваешь, что мы с тобой хотим там сделать. Уж точно бы не пошла бы следом. Продолжение следует... Так, а вот и алтари, собственно. Какая чистая вода, что даже город видно. Так, приготовим эликсиры. И теперь другой вопрос. Тебя просто зарубить мечом? Так, на всякий случай сохранюсь. Или где-то здесь есть кнопочка? Я уже, честно, не помню. Так, а на алтарь только положить что-нибудь можно. Так, это то же самое. Коровка-то куда делась? Иди сюда. Достанем просто меч? О, так атаковать можно. Так, атаковать можно. Тем не более! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что же, что я могу о битве вам рассказать? Дагон божество, и просим оружием его невозможно убить. Но его будут последователи появляться, вот, их и надо убивать. В принципе, сам Дагон особого урона нам не наносит, он будет где-то вот шататься, по крайней мере, в моем случае он недалеко ходит. Вот, ну, чтобы с ним разделаться окончательно, нужно будет где-то около 10 последователей убить. Так вот, мы видим как раз то, что последователь умер. И какая-то молния ударила в Дагона. В Дагона. В Дагон. В Дагон. В Дагон. Продолжение следует... 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 озеро мы сдали данный квест водяному может на нее как-то это тоже среагирует переключится каком-нибудь триггер в игре она нам расскажет что-то интересное хотя бы похвалит за то что мы помирили да как раз она должна быть сейчас около алтаря так что немного дольше придется бежать чем прошлый раз но ничего да госпожа я все сделал правильно ты уничтожил темное божество догона но ты встал на сторону водяных в конфликте с другой расой я счел это лучшим решением до госпожа мне нужно так но нас только похвалили опять же меч не дали не думаю по стечении обстоятельств каких-нибудь других квестов она все-таки соизволит нам его вручить буду на это надеяться но сейчас идем берингару тогда как я и до этого собирался и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Еще кое-что. Саламандрам нужен Альвин. Не знаю, зачем он им, но он для них важен. Они послали меня сюда, чтобы найти его, но я не собираюсь этого делать. Как только я заработаю несколько аренов, я отсюда отчалю. И ты ничего больше не знаешь о нападении на Каэр Морхен и об украденных формулах? Ничегошеньки. Тогда одна просьба. Держись подальше от Альвина. Да? Будь здоров. Так, все-таки Берингара послали за Альвином. И он, как всегда, нам в прошлый раз это не рассказал и не договорил. Так, ну а сейчас направимся как раз в поля, чтобы найти Алину. Где же она там пропала? И опять нудные пробежки. Ну, правда, хотя бы пейзажи красивые. Это приятно посмотреть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Привет, Геральт. В этих полях так интересно играть. А жерелье все еще у тебя? Я его все время ношу, как ведьмаки. У тебя все еще бывают кошмары? Когда я сплю днем, нет. Но ночью... Мне снятся странные сны. Можно мне про них не рассказывать. Мне снится Алина. В моем сне очень жарко и тихо. Я вижу, как она танцует под лучами солнца. Идет по полю, ищет что-то. Она просит меня. Это просто сны, Альвин. Не обращай на них внимания. А ведь вещи-то сны. И все постоянно что-то про Алину. Кажется, с ней... Случилось что-то нехорошее. Но сейчас попытаемся это выяснить. Так, а нам надо как раз к этому дереву, окруженному малиной. Я собрала плату. Прекрасную, сочную малину для своего возлюбленного. Ты не видел мой платок, странник? Я его потеряла. Я скоро выйду замуж. Но мне нужно в последний раз повидаться с возлюбленным. Он огорчится, если я не принесу ему малину. Любовь — это страдание. Боль, что пронзает мою душу, как копье. Где мой возлюбленный? Боль, приходи. Отдохни под солнцем. А, дорогая моя сестрица. Я столько раз тебе говорила, выплакивалась на твоем плече. Почему? Почему? Почему мне так холодно? Потому что ты мертва, Алина. Ты лжешь! Я в той корму у тебя глаза! Но... Тоже тебя убил-то, ага? Надо потом рассказать Юлиану. Но пока нам с ней надо справиться. Не переживайте, она еще здесь появится по квесту. Главное — защитить себя. Не зря все-таки пророчил Альвин. Он это видел в своих снах. Ты убила мою возлюбленную Алину! Я не хотела! Ты всегда ей завидовала! Умри, убийца! Ведьмак, ты слышишь меня? Ты не человек и не призрак. Смертный, которого преследует смерть. Кто ты такая? Проклятая душа, обреченная вечно скитаться по миру. Кто проклял тебя? Я сама, когда убила собственную сестру Алину из ревности. Селина? Любовь и солнце не для меня. Оно так жжет. Каждую ночь я пою свою печальную песню. Где этот дебил Адам-то? Что он натворил? Да, Юлиану-то явно не понравится. Что здесь произошло? Да, как ему-то вообще должно понравиться. Мне нравится. Да. Спрячь свой кинжал. Она убила Алину! Мою Алину! Я ее больше никогда не увижу! Что мне делать? Селина убила свою сестру? Она призналась. Они ссорились, и Селина толкнула Алину. Моя возлюбленная ударилась головой оками. Это слишком ужасно. Несчастный случай. Селина сказала мне, что ты на меня нашла, и... Селина завидовала Алине. Она ревновала ее к Юлиану и к его богатству. Она заслужила кару. Алина не умерла. Она превратилась в полуденицу. Ох, какой ужас! Я должен ей помочь! Только не наделай глупостей. Вот что и натворил любовный треугольник. Да, теперь стоит навестить Юлиана. Попробовать разобраться в этой ситуации. Как же мы можем помочь тебе заблудшим душам? Селины и Алины. Может, все-таки забежим сначала к Абигайлу? Она уже подскажет нам, что делать. Чего ты хочешь? До встречи! Нет, у него новые ветки не появились. Так что... Все-таки надо идти к Юлиану. Я должен рассказать Юлиану, что Алина убила Селина. Ну, тогда поступим так. А потом уже вернемся к Абигайлу. Геральт. Я должен был найти Алину. Ты ее нашел? Да. Чудесно. С ней все в порядке? Лучше присядь и выпей чего-нибудь. Алина мертва. Она превратилась в полуденицу. В демона. Мертва? Я понимаю, что это очень тяжело. Но мы не можем оставить все как есть. На поле начнут гибнуть люди, если я чего-нибудь не сделаю. Ясно. Сделай все, что сможешь. Я заплачу. Серебряного гроша будет маловато. Сделай все, что нужно, ведьмак. И если можно, постарайся, чтобы все прошло быстро и безболезненно. Постараюсь не забыть. Знаешь, я верю в разум, а не в богов. Но я молился Милителе, чтобы встретиться с Алиной. У меня были плохие предчувствия, но я отгонял их. Думаю, мне нужно еще время, чтобы смириться с мыслью о смерти Алины. Геральт, как это случилось? Ее убила Селина. Возможно, случайно. Селина тоже мертва. Как? Как погибла Селина? Точно сказать не могу. Но она тоже превратилась в демона. О, боги! Это ужасно! Сколько боли и страданий! Разве они заслужили все это? Геральт, пожалуйста, помоги им. Сделай все, что в твоих силах. У меня нет ответа на этот вопрос, но я сделаю все возможное, чтобы души сестер навсегда обрели покой. Так, ну теперь стоит зайти к Бигайл. Она должна подсказать, что делать. Не к добру это. Чего ты хочешь? Мне нужна твоя помощь по духовному вопросу. Можешь мне довериться. Я не знаю, как отослать дух Алины в иной мир. Алина была пустой идиоткой, погруженной в себя. Ей досталось редкое и могучее зеркало Нехолены, которое когда-то служило пророком и оракулом, так как оно хоть и заумно, но безошибочно предсказывало будущее. Алина часто обращалась к зеркалу. С вопросом, я ли на свете всех милее? Я знаю, что зеркала Нехолены бывают двух видов – вежливые и разбитые. Зеркало Алины было разбито. Если ты восстановишь его и покажешь Алине, проклятие может развеяться. Спасибо. Так, теперь в поле надо искать осколки. Ну, нам поможет карта. Сейчас доберемся до полей, и там будут выделены полуденицы, у которых как раз находятся данные осколки. Всех их надо будет убить, и с их тушек собрать все нужные нам части. А чтобы нам зеркало восстановили, как раз можно обратиться к эльфу-ремесленнику, ну, либо к кузнецу. И он нам как раз восстановит целое хорошее зеркало. Ну что ж, начнем с заброшенной мельницы и продолжим по часовой стрелке. Так, а чтобы заброшенной мельницы, добраться до первой полуденицы, нужно подняться на самую крышу заброшенного здания. Так, первый кусочек мы добыли. Направляемся ко второму. Так, осколок у нас лежит. Теперь наш пульт лежит к заброшенной ферме. КОНЕЦ 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 так второй осколок у нас да и самое главное отличие полуденец который нам нужны по квесту от обычных то что вокруг нужных нам идет вот свечение солнца и как отправили не назвать ну они выделены в общем а Так, и третий акусколок тоже наш. Движемся дальше. Бага по прямой. Так, ну, для сравнения, это не наши полуденницы. Вокруг них свечей не нету. Но нам пригодится опыт. И вещества для наших мутагенов. Так, и очередной кусочек наш. И вроде бы остался последний. КОНЕЦ Альвин, ты опять пророчествовать будешь? Геральт! Геральт! Я же просил тебя спрятаться, если возникнет опасность. Я... Знаешь, Геральт, я слышу голоса. Всех этих женщин, что здесь живут. Они говорят со мной. Они мертвы, Альвин. Геральт, что я такое? Меня многие боятся. Когда думают, будто я не слышу, называют меня дьявольским отродьем, вильзевуловым семенем или уродцем. Нет в тебе ничего злого. А эти люди дураки, Альвин. Они просто боятся, что ты им нанесешь вред. Но я хочу, чтобы люди меня любили. Я не хочу, чтобы они умирали. Что мне делать, Геральт? Твои сны и видения — это дар, Альвин. Дар, а не проклятие. Ты сам должен решить, как использовать его на благо. Я это запомнил. Да, Альвин, успокойся. Это дар. Тебе надо с ним свыкнуться. И все будет хорошо. Так, идем к Альфурмецленнику. Пусть восстановит нам зеркало. А вот и ты. Ты сможешь восстановить разбитое зеркало? Конечно. Это тебе обойдется в 100 аренов. Идет. Вот тебе осколки. Плату получишь, когда сделаешь работу. Я думаю, здесь так же сработает, если мы войдем в пещеру и выйдем обратно. Зеркало уже будет готово. И можно будет идти с ним к Алине. Да. Я пришел за зеркалом. Ну что же, попробуем теперь снять проклятие. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Они сражаются за свою свободу, за идеал. Люди приперли их к стене, и они не видят другого выхода. Я запомню это. Геральт, что-то плохое скоро произойдет. Я чувствую. Я должен поговорить с Тарувей. Оставайся здесь. Геральт, что привело тебя сюда? Я хочу предотвратить бойню. Бойни не будет, если они нас отпустят. Ты могла бы оставить детей в покое? К сожалению, не могла. На этом берегу стоит белая Райла. Трупы крестьян ее не впечатляли. Только дети ее задержали. Тарувейль, я хочу тебе помочь, но ты должна отпустить заложников. Я знаю, ты друг. Мне говорил о тебе с Куэтаэль из Вазимы, который недавно к нам присоединился. Я знаю, что ты помог ей и Винну в банке. Хавка Аарон снова стали поставить... Я раб. Помоги нам сбежать. Мы не хотим сражаться. Мы сможем сбежать под покровом ночи. Если нам повезет, никто не пострадает. Согласен. А, и скажи Лютику, чтобы перестал прятаться за домом. Иначе его кто-нибудь пристрелит. Так, и за каким домом же прятится Лютик? Расскажите мне, пожалуйста. Я должен его найти. Лютик, ты где? Ну вот красная точка за этим домом. Геральт? Из огня до вполымя... Мы в ловушке. С одной стороны с Куэтаэль, с другой рыцаря. А мы с Альвином посередине. Махакамские сейфы, спроектированные гномами-инженерами. Охраняющие заклятие уровня мастера. Закаленные в бою ветераны войны. Пятисотлетний опыт. Это все обеспечивает твоим деньгам безопасность. Не верьте рекламе. Силы сравнялись. Нашлись поставщики оружия и продовольствия, соблазненные слухами о богатстве из ограбленного банка. Богатстве, которое люди ранее украли у Вивальди. За свободу лучше сражаться с полным брюхом и в хороших доспехах. Что дальше, Геральт? Бежать это не выход. Вряд ли ты достигнешь цели, имея против себя и Орден Пылающей Розы и нелюдей. Они меня не волнуют. Я только хочу спасти Альвина. Но если я уйду сейчас, может начаться резня. Просто мне надо думать о друзьях. Ведьмак, это важное решение. Возможно, одно из важнейших в твоей жизни. Что делаем? Спасаем Альвина и бежим отсюда? Точно. Что мне делать? Мы должны вернуться в Изиму. Передай королю рыбаку, чтобы был готов. Увидимся на берегу озера. Я заберу Альвина. Я никому не позволю навредить ему. Этот малыш полюбил тебя как родного отца. Мы не убийцы детей. Возьми его. Ловушка. Атакуют. Альвин, нет. Так, и нам надо бежать к берегу. Но сначала попробуем разобраться с мешающими нам эльфами людьми. Альвин, нет. Альвин, нет. а теперь бежим бежим отсюда подальше меня здесь ничего не держит нам надо поскорее попасть в узи ему да и другой вопрос райла обещала не нападать что случилось откуда эти рыцари взялись и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Возвращаемся в Вызиму. Может быть, Трис что-то знает. Что ж, Вызима, так Вызима. Вызима. Ну все. А на сегодня закончим прохождение, так как это конец. Очередной главы повести о Геральте. Если Вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.